Всем привет! Я видел, что там тема была по железной начинке. Хотел показать, как я вообще снимаю. Мне Филипп Богачев порекомендовал, посоветовал некоторые мероприятия. Хочу показать сейчас свою студию, как она устроена. Ну, вообще, давайте сначала отойду. Вот это вот мой зал, то есть компьютер номер один. Компьютер номер два. Вот у меня все подвешено поверху. Студия на самом деле три с половиной высоты в метров. Получается здесь стол, четыре стула, здесь переговорные. У нас история, здесь приходят клиенты. В общем, мы здесь встречаемся, работаем. Здесь стол, ну, достаточно удобный, как выглядит. Ну, примерно вот так, никаких здесь особых проблем нет. Открывается, закрывается, вот так выглядит. Теперь по делу. Это Microsoft экран, это как большой iPad, это 30 дюймов. Значит, на него, это как вот, собственно, можно руками работать, можно сделать скрин, я записываю там планировки, то есть можно вот так вот сразу рисовать. То есть я могу практически любую тему сделать. Далее у меня еще один экран. Здесь, ну, по сути, можно вывести все, что угодно. Я здесь вывожу, ну, либо файлы, да, либо, значит, показывают, могу мониторчик вывести. Дальше у меня четыре камеры. Камера номер один, камера номер два сверху висит. Да, кстати, вот она видно, то, что снимает. Камера вот эта вот основная. Вот, всем привет. На нее видно вот так, когда сажусь. И еще одна камера сбоку. Вот она тоже снимает. Поэтому я могу переключаться. Вот такая вот волшебная конструкция есть. Это Sony. В чем тут смысл? В том, что я могу... Вот здесь вот флешка есть. Я в реальном времени записываю сразу же на флешку. То есть все, что я делаю, мне не нужно монтировать. Я одновременно нажимаю несколько клавиш, какие захочу. Сейчас я покажу, как это выглядит. И происходит монтаж. Также я, ну, собственно, вот здесь запись просто нажимаю. Вот все, пошла запись. Сейчас все, что вот здесь изображено, оно автоматически, все, что тут PGM, оно записывается. При этом я могу покрутить. Я могу вот с одной стороны смотреть. Вот он, я привет. Могу с другой камеры посмотреть. Да, вот он опять я. Могу с центральной камеры. Вот я и могу сверху. Вот. И могу еще дополнительно различные эффекты делать. То есть вот так вот, значит, в окошечке могу одновременно что-то рисовать. И вот меня здесь тоже будет одновременно видно. Вот такая история. Ну, причем могу менять там как угодно. Здесь достаточно один раз научиться. И интуитивно. Здесь вот я могу так вот сделать, например. Мы сейчас вдвоем. То есть это все, я сейчас покручу. Очень быстро делается, очень удобно. То есть очень удобно. Вот я могу в разные стороны, туда-сюда. То есть, в принципе, когда ты уже понимаешь, что куда, ты одним пальцем делаешь, как хочешь. Вот можно так вот выйти. Вот. И камера наверху. Это соневская камера. В принципе, камеры у меня такие достаточно обычные. Это Lumix. Объективы тоже светосильные, хорошие. Несколько объективов. Маленькие такие камеры. ГАШ подойдет. Да, соневская подойдет. Соневская мне не очень нравится. У нее хороший очень автофокус. Но цвета мне не очень нравятся. Так, что еще? Давайте стоп нажмем. Самое интересное, что тут можно стриминг еще делать сразу же. YouTube, Facebook. Вот я вот сейчас нажал. Лучше бы я стриминг off нажал. То есть я могу одной клавишей практически сейчас в интернет полететь. Она на самом деле связана уже с моим каналом. И сейчас вот он подключен здесь проводом. То есть сейчас он полетит в интернет. На самом деле мне надо стоп нажать. Мне не нужно, чтобы он на стриминг шел. Вот я могу нажать старт. И сейчас он пойдет автоматически стримиться вот с такими форматами на мой YouTube канал. То есть буквально одной клавишей. Что еще? Ну могу, в общем, двигать туда-сюда. Значит, изображение влево-вправо. Дальше ближе. Микрофон. Вот кто-то спрашивали. Ну не знаю, как у кого. У меня вот такой микрофон. Это пушка. У меня есть петличка. Вот они у меня где-то здесь. Да, вот они. Шенхайжевские. В принципе, нормальная тема. Ну вот вы сейчас слышите. Не знаю, может быть, эхо какое-то небольшое. В общем, какое-то эхо есть, но не критично. С петличкой тоже нормально. Но это какая-то дополнительная опция. Надо прицеплять, с батарейками следить. В общем, я сильно в этом особо не участвую. Ну, вернее, не делаю. И по качеству не сильно лучше звука, чем вот от этой штуки. Здесь это Rode NTG4 Plus, по-моему, называется. У него здесь есть какие-то там отсечки по шумам. Ну, всякие такие вот отдельные истории. Отсечки там высоких, низких, тонов, шумов. Вот можно включить, оно как-то работает. Дальше это все коннектится к волшебной вот этой штуке. То есть вот сейчас оно у нас включено. Эта штука нам дает дополнительный звук. Также звук мы можем регулировать тут. То есть сейчас вот если посмотреть. Вот это вот у нас идет сейчас звук. Он все подключено. Провода к ней, к этой штуке подключены. Да, кстати, вот к этой консоли подключены все четыре камеры. Вот они идут. Раз, два, три, четыре. Четыре канала. Я их могу переключать. Сзади у меня здесь стол достаточно удобный. Я его так случайно нашел. Но вот так он у меня получился. В общем, вот здесь на самом деле открывается вот эта штука. Ну, в принципе, такое можно либо купить, либо тоже на заказ сделать. Вам будет удобно. И вот туда вот все провода вставляются. Вот туда вниз. И все оборудование там внутри. Здесь у меня снизу такой лайфхак. Значит, я могу включать и выключать. Тумблерочек выключаю. У меня все выключается. Потом включаю и все работает. Здесь, ну, собственно, вот выдержка. Все дела. Как оно работает. Дисплей. Вот. То, что мы сейчас видим. Она не снимает. Она просто передает сигнал по HDMI. Вот отсюда идет. Дальше сигнал идет туда. Отсюда сюда. Ну, в общем, здесь закоммутировано. Все достаточно просто. Вот эти мониторчики, по-моему, там где-то по 10 тысяч примерно каждый. Камера около 35. Ну, объективы там разные. То есть от, наверное, 20-30 тысяч до, наверное, около соточки. Ну, разные. Просто я там люблю снимать. Как бы покупаю. Я их еще использую там для съемки. Вот. Это сверху соневская история. Да, все висит. Кстати, еще очень полезная штука. То есть, как я могу сделать. Вот эта штука независимая. Когда ко мне интервью приходит, я записываю что-то. Я прям вот так вот ее просто двигаю. И у нас камера, в принципе, вот она. То есть, в любой позиции я ее вращаю. Она может в любой позиции. И она очень удобна, что не по полу. У меня на полу стояло раньше на этих самых, на треноге. Но я один раз у меня упал в аппарат и разбился. То есть, было очень обидно, потому что техника дорогая. Вот. Я в итоге понял, что мне нужно, чтобы тут ничего не было. Да, чтобы можно было спокойно ходить. Причем я могу вверх-вниз еще двигать. То есть, я могу куда угодно ее вверх-вниз добавлять. Либо вниз. На любую высоту. То есть, если ко мне интервью приходит, я могу это все дело подвигать. То есть, ну, такая очень полезная, прикольная конструкция. Так, что еще рассказать? Да, это тоже двигается. Иногда мне нужно подснять что-то. Я тогда вот эту штуку двигаю. И она у меня используется вот здесь. То есть, сверху можно посмотреть, положить что-то, разобрать. Какую-то распаковочку снять. Если нужно. А, вот еще классная штука. Вот я ее включаю просто так. На нее штеплера нет. Я просто сзади ее включаю. Это, если мне нужно сделать прямой эфир. То есть, одновременно вот это сейчас пойдет в прямой эфир. Я могу нажать на одну кнопку. И вот эта штука воспринимает всю вот эту конструкцию как веб-камеру. То есть, просто по сути нажимая. То есть, как бы ничего особенного. Вот все, что я и буду менять. Она сейчас тоже пойдет в прямой эфир. Да, вот это вот, как оно выглядит, оно сразу же идет в прямой эфир. То есть, тоже удобно. Я этим пользуюсь, когда делаю разбор через Google Hangout. Я подключаю учеников. И у меня получается, так как Google Hangout как бы там нельзя как-то транслировать. Но я транслирую сверху с одного канала, с второго. И переключаюсь просто по сути вот этими клавишами. И у меня идет трансляция. То есть, достаточно удобный, бесплатный способ. Ну, как бы не глючит, не морозит ничего. Так, вот эта штука отдает... Вообще, зачем она нужна? Она усиливает сигнал. И делает его лучше, качественно. Для чего мне это надо? Я не монтирую звук. Я знаю, что Филипп говорил, что надо там монтировать все. Ну, как бы желательно. Но я этого не делаю. Мне важна скорость. Вот сегодня, например, я записал практически целый курс в реальном времени. То есть, я как делаю? Я готовлю сначала, значит, такие вот как бы шпагалочки для себя. Вон они у меня там подготовлены. Потом включаю и начинаю наговаривать. Каждый урок у меня там 10-15, иногда 20 минут. Я их на стопом наговариваю. Вот. И у меня одновременно пишется. Сейчас пока у меня отдых. Я поставил туда сливаться. То есть, одновременно сейчас все это дело в YouTube. То есть, сейчас 10 роликов. Ну, по сути, как бы одна глава курса. Всего 19. Я сегодня, думаю, допишу. То есть, в принципе, за день можно... Спикер, если умеет рассказывать, то за день можно вполне нормально там сносный курс записать. Так. Что еще? Ну, вот даже не знаю, что еще. Звук можете посмотреть на моем канале. Значит, как это в итоге выглядит. Все смонтировано. А, и здесь я еще делаю разборы. Разборы для... Мне присылают вопросы ученики. И я делаю разборы в реальном времени практически. Вот. Соответственно, получается достаточно интересно. Монитор подключается. Вот он специально так сделан. Ну, по-моему, я все рассказал. Рисовалка очень полезная. Да, в нашей теме. А, вот это крутилочка. Такая, которая позволяет, значит, двигать вверх-вниз. Он тут сейчас не видный. Значит, если это скроллинг, значит, он туда-сюда двигается. Ну, вот, в общем-то, и все. А, нет, не все. Самое главное. Вечером. Значит, что происходит вечером? Когда солнце уходит, я делаю вот так. А, вот еще важная вещь. У меня здесь стоит ND-фильтр. Что он дает? Если очень ярко, то есть, я могу вот здесь вот прям менять яркость. Вот так. То есть, если очень ярко солнце, то есть, светосильный тут объектив, я могу буквально вот так вот менять. И у меня получается, ну, теневая заслонка, любая практически. При этом задник у меня всегда размыт. То есть, картинка получается симпатичной. Сделано так, что задник размыт. Что еще? Ну, здесь всякая аппаратура. Да, естественно, чтобы это все работало. Тут, как бы, я очень долго заморочился, чтобы это все подключить, сделать, подобрать нужное оборудование. Чтобы действительно это было, ну, как бы, по цене нормально, комфортно, недорого. Так вот, что дальше? У меня есть вот такие еще фонарики. Значит, я их использую либо как контровое освещение, либо у меня есть вот такая штука волшебная. Я ее нажимаю. Включить. Оп. У меня включились фонарики. Они светят на вот эту штуку. Она используется у меня вместо, как вместо светильника. Вместо симуляции такого дневного света. Она стоит пару тысяч рублей всего. Где-то продается в УБИ, что ли. И заменяет, как бы, окно. То есть, сейчас не видно, потому что очень много солнечного света. Но вообще, когда солнце зайдет, будет светиться все нормально. Вот. То есть, не нужны никакие еще дополнительные... У меня была идея купить дополнительные рассеиватели освещения, да, чтобы оно было. Но по факту это не нужно, потому что вот эти два светильничка... В принципе, один бы даже справился. Иногда я вот эти вот дальше туда отвожу. И они как бы, ну, контровое, получается, мне светят на макушку. Ну, вот так. Если какие-то вопросы, спрашивайте. Тема очень клевая. Чем классная? Тем, что я пришел, мне вот как бы сесть, как автору начать записывать. Раньше я очень долго выставлял аппаратуру. То есть, пока ты выставляешь аппаратуру, где-то час проходит, я уже начинаю беситься. А сейчас мне, чтобы вот с момента, как я зашел в кабинет до момента, как я стал запись делать, примерно, наверное, минута-полторы минуты я готов записывать практически сразу же. То есть, я просто нажимаю снизу, включаю кнопочку, нажимаю все оборудование. Вот. И дальше, в принципе, у меня все настроено, все готово. Настройки я не меняю. Камеру я не двигаю. Только сейчас для вас вот это вот подвинул. Сейчас ее назад верну. Вот. А если приходит ко мне кто-то дополнительно записывать интервью, в принципе, мы тоже сидим. У меня на YouTube-канале есть. Так как камера широкоформатная, я сажусь вот сюда. И второй человек садится вот сюда, получается, рядышком. И камера захватывает. То есть, примерно вот в таком формате. То есть, мы можем даже интервью записывать. Если нужно за столом сидеть, то у нас одна камера вот эта. Вторая камера вот эта. Третья вот эта. И тогда мы нормально можем все это дело сшивать. Единственное, в чем плюс, что сейчас это все делается в реальном времени. То есть, я сам как бы работая. Один палец у меня тут. Я уже привык, какие кнопочки. Да, как на фортепиано. И сам регулирую. Если мы вдвоем работаем, то я ставлю сюда в каждую камеру по флешечке. И дальше у меня получается запись. Единственное, что мне нужно будет монтажера смонтировать. Либо сам, либо уже на 4 канала монтажера ставишь. Вот примерно такая история. Все. Надеюсь, было интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!